Привет! В этом видео ждет обзор электрического теплопистолета, их еще называют технические тепловые фены. Это устройство бренда Calibre, название TP2100. Вот в такой упаковочке он поставляется с кейсом. Кейс закрыт такой картонкой защитной, где на ней написано основные характеристики. О них мы поговорим позже. Сейчас начнем распаковку. Коробочка достаточно просто снимается. Кейс выглядит вот так. Он пластиковый, застежки тоже пластиковые. На нем особо нет ничего, только на этой стороне логотип производителя бренда Calibre. С той стороны по сути дела вообще ничего нет. Только вот эти вот вещи. внутри у нас сам теплопистолет. Здесь идет инструкция, завернута в блистер. Так выглядит сам теплопистолет. Технический фен. Кабель несъемный. Есть несколько четыре насадки под разные задачи. Достаточно крупный. Не сказать, что увесистый, но и нелегкий. И вот это приспособление какое-то еще есть. Что-то наподобие отвертки какой-то. Разберемся потом, зачем она нужна. Такая комплектация. Больше особо ничего нет. А вот здесь вот еще есть скребок. Сейчас покажу. Довольно видно сразу. Вот он. Проходится здесь вот этот скребочек еще такой какой-то, как написано на сайте. DNS. Попробую его снять, показать. Такой треугольничек. скребок. Где я почему-то сюда сделал. Как-то еще попала картонная вот такая штучка. На самом теплопистолете имеется включатель, он же переключатель скоростей и температурных режимов. Всего их должно быть три. Есть функция охлаждения, обдува. То есть фен работает при комнатной температуре. Не нагревает воздух, что облегчает его охлаждение после работы. Пожалуй, это его основных достоинств. О остальных характеристиках и прочем поговорим позже. Попробуем его в работе. Пока распаковочку завершим. Давайте посмотрим, как работает технический фен. Все достаточно просто. Если нужно, нужно надеть насадку на сопло. Она очень туго заходит и снять проблематично бывает. Приходится прилагать усилия. Не стоит ее слишком сильно насаживать на сопло. У фена три скорости и положение выключено. На первой скорости просто производится продув при температуре 25 градусов. На второй скорости температура 300 градусов. На третьей скорости 550 градусов. И соответственно разные потоки воздуха. При более высокой температуре более высокая скорость потока. Подключение производится к обычной сети электропитания. Включать нужно ступенчато. То есть сначала одну скорость, потом вторую, потом третью. Плавной регулировки нет. Сейчас фен начинает работать на продув. Плавной регулировки нет. Этот режим стоит использовать когда уже устройством пользовались. Оно нагрелось. Это позволит его быстрее охладить. И входим на вторую скорость. И на третью. Выключение также производится постепенно. Сначала переключается на более низкую скорость. И где-то около минуты нужно на ней подержать. Потом еще на одну ступень ниже. И подержать около минуты в таком положении. И потом уже выключить фен. Вот такой принцип работы технического сена. Теперь давайте попробуем испытать фен. Для этого попытаемся на эту детальку напаять припой. Я зачистил место здесь достаточное для примера испытания. Как фен вообще сможет ли напаять на железо припой. Сначала, конечно, придется нанести паяльную кислоту. Обезжирить. Место спайки. Попкает. Попыть. Включаем фен. 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 350 и 550 градусов цельсия есть режим охлаждения после того как прибор уже использован и нагрет это первая скорость 25 градусов и соответственно написано сила потока в каждом на каждой скорости 150 литров в минуту 300 литров в минуту регулятор скорости регулятор температуры естественно совмещены это один регулятор ступенчатый мощность максимальная мощность фена 2100 ватт но это на самой высокой скорости самой высокой температуре естественно при работе насадки и сопла теряют внешний вид они накаливаются темнеют но это естественно происходит ввиду нагрева металла давайте посмотрим на инструкцию которая идет в комплекте вот она перед вами сфокусирую чтобы было видно в инструкцию есть описание устройства рассказано и рассказано его основных технических характеристиках комплектации есть схема с указанием всех насадок и функций фена пункт с мерами безопасности при использовании подготовка к работе использования под назначению информация сроки службы службы хранения и утилизации рекомендации по использованию также имеются данные гарантии изготовителя и и талоны на сервисное обслуживание ремонт они прям непосредственно в инструкции сделаны тресные талоны вот такая достаточно подробная инструкция в несколько листов прибор стоит не недорого чуть больше тысячи рублей и за такие деньги трудно найти более достойную достойную альтернативу я честно говоря не нашел или не было в наличии приборов или они были с более худшими показателями практически у всех вернее у всех которые были в наличии ДНС не было возможности охлаждения это пожалуй самый главный недостаток технических фенов в остальном в комплектации есть все необходимое для проведения различных работ это и 4 насадки и скребок который крепится на вот такую ручку наподобие отвертки скребок я показывал могу еще показать раз вот он используется при проведении различных работ в инструкции подробно рассказано как пользоваться прибором при проведении работ так что в принципе комплектация хорошая цена у прибора не не высокая сам прибор после нескольких включений не показывает признаков того что он в скором времени может выйти из строя или потерять функциональность какую-то так что вот такая вот история на этом обзор завершен надеюсь что он вам понравился ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал всем до следующих обзоров пока на канале есть и другие обзоры техники электроники и на канале на канале и и и и и и и и